МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Почем березовый фреш? И на какой аграрный эксперимент пошел Центральный регион? А также музыкальное и краеведческое наследие деревни Морочь в Клецком районе. Здравствуйте! В эфире программа новости Центральный регион. Самые интересные темы уходящей недели расскажем вам и Ольга Медведь, и Павел Лазовик. И смотрите в выпуске. Приоритеты в развитии и задачи на перспективу. Новое руководство в Минском и Смолевическом районах. Для успешной пассивной и высокопродуктивной семена от ученых и аграрный эксперимент. Сев Яровых Центральный регион начал раньше срока. Насладиться свежим вкусом весны. Где собирают и почем продают березовый сок? Аутентичные традиции малой родины. Познакомимся с наследием деревни Морочь в Клецком районе. Обновление в структуре руководства Минской области. Сразу в двух районах. Новые председатели райисполкомов. Минский район возглавил Владимир Юргевич. До этого он работал здесь в должности первого заместителя председателя и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Как отметили в ходе назначения, Минский район один из самых сложных в социально-экономическом плане. Кроме того, самые населенные в нашей стране почти 230 тысяч человек. Поэтому среди приоритетов развитие социальной сферы и улучшение благосостояния людей. В то же время губернатор Минской области Александр Турчин поставил задачу новому главе усиливать позиции и в сельском хозяйстве. Здесь у Минского района немало достижений. В этом году благодаря государственным программам строим семь садиков на территории района, одну школу. И в перспективе при поддержке государства и область полкома мы будем наверстывать упущенные по вопросу обеспечения людей социальными объектами и инженерно-транспортной инфраструктурой. Увеличивать достижения ВПК, развивать новые инвест-проекты, но в первую очередь решать насущные вопросы людей. Это уже задачи для нового председателя Смолевического райисполкома Андрей Ратомский, опытный аграрий. До этого работал на одном из ведущих сельхозпредприятий Несвежского района. Город-спутник, поэтому есть слово город. И здесь с этим предстоит большая работа. Все-таки место, с которого я пришел и в котором я жил, прожил все 45 лет, это город Несвеж, знаете, что есть здесь к чему стремиться. Поэтому работа стоит перед кадрами, передо мной лично. Будем пробовать что-то менять. Вот я вот январь 2020 года посмотрел, выручка Минского района, она превышает выручку Солигорского района, с Беларусь-Кали. Поэтому это очень такие вот цифры, очень характерные. То же самое с Малевичи. Район, где сосредоточены вот такие значимые для страны проекты. Это город-спутник, наверное, один из самых быстро развивающихся городов-спутников в Минской области. Это район, где расположен индустриальный парк Великий Камень. Я думаю, что вот приход тоже нового руководителя, это, знаете, такой определенно опять импульс в развитии этого региона. Сейчас самый актуальный вопрос для новых руководителей районов – весенние работы в полях. Тем более, что Сев Яровых центральный регион в этом году начал раньше срока. Способствовала этому теплая зима и достаточно комфортный март. На полях передовых районов уже засевают овес и пшеницу. Время не ждет. Торопиться надо максимально, пока в почве есть влага. Ведь снега и дождей в этом году было немного. Параллельно идет подкормка злаковых трав. Ну, надо сказать, успех посевной кампании зависит и от тандема аграриев с учеными. Высокопродуктивные семена многие хозяйства приобретают в Жодино, в центре по земледелию. О сложном и слаженном процессе для будущего урожая Юлия Токарь. Покуда все беспокоятся, мы вторыми уже сеем. То есть, на сегодняшний момент у нас процента 30 уже будет посеяно ярового сева зерновых. То есть, видно, что почва уже готова. Физиологическая спелость почвы. Те, кто еще ждет, они уже опоздают. То есть, ближайшие две недели прогнозы нерадостные. Дожди не будут, влаги не будут. Ее и зимой не было. Бесснежная зима была. Так что, кто сейчас посеет грязь, будет князь, как говорится. Сельхозтехника точно грязи не боится. Да и главный агроном комплекса Логойский Дмитрий Солодков не привык сетовать на погоду. В этом хозяйстве время не теряют, земля не ждет. Например, эти площади готовят к севу ярового ячменя. На очереди пшеница, горох, а это поле уже принимает зерна овса. Весенние полевые работы уже ведутся у нас в районе. Сева у нас планируется ярового 8836 гектар. Уже на сегодняшний день 6% от площадей у нас уже посеяно. Практически все хозяйства к севу приступили. У меня только два хозяйства, которые не приступили к севу. Они будут сеять ячмень, поэтому чуть позже приступают. Такой темп охотно подхватывают и механизаторы. Николай Мытник в Логойских полях с малых лет. В детстве помогал отцу, сейчас уже сам давно за штурвалом. Но такой ранний посевной точно не припомнит. Без души никак не получается работать. И нужно стремиться к этому. У нас же есть же будущее. Здесь работают с белорусскими элитными сортами семян. Новинки только прошли регистрацию и тут же попадают на поля. Порядка 2000 семян продаем зерновых культур. Линия наша уже второй год пошел. Но мы думаем, что за два с половиной года она уже купится полностью. Мы элитхоз, у нас элитные посевы. Плюс мы зерна выращиваем у своего животноводства и хватает зерна на реализацию. Тем временем ученые работают над тем, чтобы получить отдачу от озимых в виде семян. Для того, чтобы понять, как это происходит, мы отправились не на обычное, а семеноводческое поле. Место, где один колосок рождает целую семью, которая в свою очередь в будущем даст урожай. Эти семьи будут оценены, пробракованы и потом вручную серпом убраны. Каждая семья будет собрана по отдельности и высеяна осенью уже 2020 года для того, чтобы произошла еще одна оценка в питомнике испытания потомств второго года. И уже непосредственно те семена будут поставляться в сельскохозяйственные предприятия Республики Беларусь. В научно-практическом центре по земледелию работают над селекцией 42 видов культур. Учитывают и экономический аспект, ведь мало создать и посеять. Важно подсчитать все затраты и оценить потенциальный доход. Более рациональное использование тех удобрений минеральных и органических, которые имеются в наличии в хозяйстве. Каким образом, наиболее эффективно их применять, какие сроки, на каких культурах, на каких посевах в первую очередь это нужно сделать, на каких можно повременить. На это накладывается отпечаток и условия рынка. Что нужно рынку, какие культуры, какие виды продовольствия мы смогли бы куда-то продавать и получать наибольшую выгоду для нашей страны. Уже сейчас думают и о кормах. Чтобы заготовить в разгар сезона необходимое количество, сеют самые урожайные культуры. Возраст бобово-злаковых трав в этом хозяйстве не превышает в трех лет, что позволяет, например, ту же люцерну собрать до пяти раз в сезон. Например, сейчас идет подкормка калием и азотом, чтобы в этом сезоне произвести минимум четыре укоса. Ранние полевые работы уже подхватили более половины районов области. Самый активный, конечно, юг. Любань, Клецк, Солигорск, Сев, ранних яровых планируют завершить в течение недели. Больше площадей в этом году в хозяйствах отдадут под кукурузу. Сеять ее начнут тоже раньше, примерно в середине апреля. Юлия Токарь, Алексей Кондратенко, Виталий Селявка и Анатолий Долотовский. Новости. Центральный регион. Природа делится самым ценным. В лесхозах в каждом районе Минской области заготавливают березовый сок. Всего собрано уже свыше 700 тонн, причем большая часть уже продана как предприятиям-переработчикам, так и всем любителям целебного напитка. Алексей Кондратенко сравнил цены, а заодно нашел лес, где у березового сока особая энергетика. Ровный надрез пилой и несколько ударов обухом топора. Лоток вошел в ствол дерева. В процессе заготовки березового сока все происходит строго по технологии. Деревья определенного возраста диаметром не менее 20 сантиметров. А главное, сама береза здоровая. В этом году все 11 лесничеств Пуховического района начали собирать природный напиток почти на 3 недели раньше обычного. Должен быть определенной длины, определенной глубины, определенным образом нанесен на дерево, для того, чтобы минимально его повредить, чтобы оно еще смогло нас отблагодарить соком березовым. Заготовку сока мы начали немножко раньше обычного. Ранняя весна позволила нам это начать. Поэтому по интенсивности сокодвижения могу сказать, что в этом году он идет достаточно неплохо. На одном таком участке сок дают одновременно полтысячи берез. При солнечной погоде пакет, а это 30-40 литров, может наполниться и за сутки. Вообще береза – дерево, которое в среднем живет целый век. А получить от него можно сто и одну пользу. Во-первых, сок, березовые дрова считаются лучшими, веники для бани, березовая кора для плетения корзин. Недаром эту красавицу так ценят многие народы. Самый простой способ приобрести сок – обратиться в лесничество. Жительница деревни Светлый Бор Александра Чеховская не пропускает ни одного сезона. Березовик из Пуховичского края считает самым целебным. Мы его закрываем и в банки, и так и в пшеницу пережариваем с корочками хлеба. Очень хорошо. Во-первых, здесь чистая зона, как сок и березы, очень красиво. В общем, все, кто ценят натур-продукт, сегодня стараются запастись дарами природы. Тем более, что цены на березовый сок приемлемы – от 25 до 40 копеек за 1 литр. Для жителей столицы организовали максимум возможностей, чтобы не ехать за напитком далеко. Прогуем еще соком в Боровлянском спецлесхозе, так как он сам не имеет права побочного пользования и подсочки. Приезжают два лесхоза в помощь. Насладиться свежим вкусом весны можно будет, пока деревья не начнут пускать почки. Это произойдет, когда температура несколько дней превысит плюс 12. И, судя по прогнозу погоды, на следующей неделе еще будет шанс не раз заказать березовый фреш. Алексей Кондратенко и Александр Горбачев. Новости. Центральный регион. Аутентичные традиции и историко-культурные наследия малой родины хранят в Клецком районе. Юные кроведы из деревни Муроч изучают местные диалекты и прозвища, исследуют национальный строй в одежде предков. А музыкальное наследие популяризирует образцовый ансамбль народной песни «Мурочанка». Чтобы сохранить свое духовное богатство, в Мурочской школе создали историко-этнографический музей. С его экспонатами познакомилась Елена Витко. А тебе дайте вы, что у нашей весцы кожная семья – моя минушку, а некоторые семьи и не одну. Телушка, Лермонтов, Пушкин – и так 260 минушек. Выучать мянушки, которые снуют уродные везцы Муроч, тратиклассник Алексей Абабурка почал некольких годов тому. Взбирал известки в книгах, а свою особливую вузную хронику записывал по оповедах бабуль, дядули и соседев. И, как выник працы, два тлумачальные словники мясцовых мянушек. Это информационный словник, какая мянушка кому принадлежит. А вот этот тлумачальный словник – мянушки Жахаровьевский Муроч. Моя семья так само мая мянушку. Мы – Дубиковы. Дубик казались на моего прадеда, затем на деда, а зараз и на тату. Клятата Дубик, то мы – Дубиковы. Вот это вроде все мужчины были могутные, коронастые, як дубы, але имели невеликий рост. Працевал Алексей под керавництвом наставника белорусской мовы и литературы. И на областной конференции доследчих работ их науковую деятельность отзначили дипломом третьей ступени. Дорадшиеся родпераможцу и сестра юного краезнаутца. Девятиклассница Ганна выучала, як с тягом часу менялися сорочки муроцких прихожунь. А ящер раней доследовала аутентичные ручники. Такий вот ручник несут у якости почастунка на родины тих резьбины. То берут збанок с компотом, наверх кладут яичнево блинцы, затымка обосу знов блинцы и перевязывают вот этим ручником. Зберахчих историко-культурную спадшину стараются усе. Не только вучние настаунники, але и мясцовые жахары. У школе створен музей истории везки Морадж. Тут беражливо заховывают память про минулое. Например, гэт экспозиция знайомець жанучшими рубашками и ручниками, яким уже каля 150-х годов. Есть тканы кудры и поясы, и навыд жанучши костюмы 19-го и 20-го ста годя. Экспозиции сберались намаганнями мясцовости, мясцовых жахаров, настаунников, вучням, просто необъяковых людей. Змытые миновидые захованные вот этой культурной спадшины, которую мы имеем. И вот в 2015 году пришла постанова Министерства культуры, узгодненная с Министерством эдукации, в яком нашему музею присвоился статус народного. Настаунники разом с вучнями выучают диалектные слова и праздне материальную спадшину. Ну, вот, например, гановидцы. Гэта называли абутак таки, у яким люди ходили и выконывали працу по господарце. Такий не святочный абутак. Например, часто я чую на вэтыщенне у пожилых людей слово доли. Ой, упала на доли. То есть это на подлогу. Вот, есть такое слово, часто морадца уже ваза, что там только не чалплося. Например, вот люди уносят в это значение, например, те люди, которые живут не на нашей территории, что чалпеца – это не что кепское робится. Не у нас увезцы чалпеца, гэта весела, чудовно, все смешно. Месточковым колоритом насыщены и спевы. Узор на ансамбль народной песни Марачанка не просто заховываю музычную спадшину, алия прославляя ее за мяжой. Алина Виткою Русахадзе – новинный центральный регион. Красавицу Слудского района выбрали в деревне Висея. В конкурсе могли принять участие незамужние девушки не ниже 170 сантиметров ростом и в возрасте от 16 до 22 лет. Обязательное условие – проживание в сельской местности. В финал прошли 10 девушек из разных деревень Слудского района. Ну а поздравляем победительницу. Ею стала Дарья Дурицкая, девушке 20 лет. Сейчас она учится на специалиста по финансам и банковскому делу. Надежда Сербиненко отправилась на малую родину с самой красивой сельчанки Слудского края. Так а почему слабые аплодисменты? Громче, громче! Осталось только две девушки. Даша Дурицкая из маленькой деревни Клешево даже не предполагала, что выиграет конкурс красоты. Пусть даже и местный. 20-летняя девушка выросла в сельской местности, училась в сельской школе, много знает и о сельском хозяйстве, но сейчас учится в столице на специальности финансы и банковское дело. В жизни надо найти что-то свое, попробовать что-то новое. И решила поступить на экономиста. Последние три года я проезжаю сюда только на выходных, но все равно возвращаешься в свой родной дом. Мне нравится больше в деревне, потому что в городе быстрый темп жизни, очень тяжело. Во дворе у Дашьного дома гуляет с десяток кур, есть петух и обязанность королевы красоты покормить всех птиц. Любовь к природе, к животным у Даши появилась еще в детстве. Когда я была маленькой, мы разводили кроликов. У нас постоянно, много учеников бегало по двору, и пастухи, которые опастили коров на соседнем поле, постоянно приходили посмотреть. Потом мы занялись разведением свиней, и тоже поросяты бегали. У меня вот даже есть фотография, там, где я маленькая стою, вот и кролики, и свиньи. На фотографиях мой молодой человек, его зовут Александр. Ему так же, как и мне, 20 лет. Позвала на нашу дискотеку в клуб своего друга, а он его на мотоцикле привез. Ну вот так и познакомились. А потом как-то все закрутилось, закружилось. Во время подготовки к конкурсу красоты Даши пришлось войти в идеальную форму, но не с помощью диет. После финала, конечно, состоялся праздничный семейный обед. И здесь все любимые блюда. Картошка, котлетки, салатик. Я очень люблю рыбу, поэтому она очень часто у нас присутствует в рационе. Мне кажется, если хочешь похудеть, то лучше уже заниматься спортом, чем изнурять себя всякими диетами. Поэтому я никогда этим не занималась. На слудском конкурсе красоты Даша останавливаться не намерена. Впереди новые высоты. Ну, конечно, каждая девочка мечтает быть самой красивой. И, конечно же, я хотела бы тоже выиграть конкурс «Мисс Мира». Даже если вы живете в какой-то маленькой деревушке, населенном пункте, агрогородке, идите к своей цели. Надежда Сербиненко и Юрий Сахадзе. Новости. Центральный регион. Что же, время летит быстро, и мы завершаем наш выпуск. А увидимся ровно через неделю в 12.10 и, как всегда, расскажем о самом интересном и жизни Минской области. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok